Мы хотим рассказать об особенностях использования операторского крана Motion Control модель Milo. Motion Control – это уникальный операторский кран, в основе работы которого лежит система ориентационной синхронизации, которая дает возможность идеально точно управлять и повторять движения камеры в пространстве и времени. Как правило, кран Motion Control с установленной камерой передвигается по рельсам. Подвижные узлы крана позволяют перемещать камеру в любых направлениях. Motion Control полностью управляется компьютером, в котором создается специальный файл с координатами положений камеры. Камера крепится на голове стрелы и имеет 12 осей управления. Остановимся на них отдельно. Track – это движение по рельсам. Swing – поворот башни крана. Lift – подъем стрелы. Arm extension – выдвижение стрелы. Angle – это движение вверх или вниз головой крана. А также несколько осей, присущих управляемой голове данного крана. Pen – панорамирование площадкой камеры. Tilt – движение вверх-вниз по лучу камеры Roll. Вращение вокруг оптической оси камеры. Вручную устанавливается лишь значение шатра, а управление фокусом, зумом и диафрагмой осуществляется компьютером. Как программируется траектория? Кран устанавливается на начальную точку, и компьютер запоминает ее. Далее кран передвигается в конечную точку, и мы также вводим ее в память компьютера. Устанавливается скорость съемки камеры, и задается время, за которое кран должен переместиться из одной точки в другую. Получилось простейшее прямолинейное движение. Если задать еще ряд промежуточных точек, время и последовательность их прохождения, то кран соединит все эти точки в одну траекторию. Существует множество применений крана Motion Control, но в целом их можно разделить на две категории. Первая связана с возможностью крана идеально точно повторять движение камеры в пространстве и времени. Каждый раз вы можете что-то менять в кадре. Это или персонаж, или объект, или фон. Совмещая все полученные кадры, вы получаете желаемый эффект. Другим применением Motion Control является очень точное управление камерой во время движения, чего невозможно добиться никакой другой операторской тележкой или краном. Точная траектория необходима во время съемки пэкшотов, макросъемки или когда нужно пройти траекторию за определенное точное количество кадров. Используя Motion Control, мы получаем целый ряд уникальных возможностей, одна из которых — многократное копирование персонажа в одном кадре. Сначала снимаем актера, находящегося в одном месте кадра, а затем снимаем эту траекторию еще раз, изменив положение актера. Совмещаем обе траектории и получаем одновременно двух актеров в одном кадре. Иногда персонаж снимается много раз, и как результат мы видим появление всех его образов на протяжении всего трека. Подобным способом можно получить эффект размножения толпы. Достаточно поставить 50-60 человек и снять их несколько раз, изменяя их положение по кадру. Субтитры создавал DimaTorzok Порой подобный эффект необходим по соображениям безопасности актера, как в случае с Эдди Мерфи, когда он в кадре появляется одновременно с гигантским тигром, что в реальной жизни было бы невозможно. Сначала сняли актера, затем тигра, а далее просто совместили изображение. С помощью Motion Control также реализуется эффект изменения фона. Актер снимается на фоне хромакея, а затем по этой же траектории камера снимает различные интерьеры и экстерьеры. В данном примере это аэропорт, парк, комната и так далее. В постпродакшене хромаки идеально заменяются на отснятый фон. Продолжение следует... Подобным образом можно менять предметы по переднему плану. На данном примере это показано последовательно. Лестница меняется на эскалатор, пишущая машинка на компьютер, фоторамка с диктофоном на электронную рамку со встроенной акустикой. Сначала в кадре снимается лестница, машинка и фоторамка с диктофоном. Затем мы ставим эскалатор, компьютер, цифровую фоторамку и повторяем траекторию. Не забываем снять так называемый пустой кадр без используемых предметов. Отдельной траекторией снимаем актеров и совмещаем все отснятые кадры. Эффект, называемый морфинг, в чем-то повторяет предыдущий по замене игровых объектов, только в данном случае меняются персонажи съемки. Сначала снимается группа людей, Далее, используя эту же траекторию, снимается актер, а затем женщина на руках солдата. Далее, используя эту же траекторию, еще раз посмотрим результат. Заметно, что музыка опережает движение актеров в конце данной сцены. Для этого при съемке нужно увеличить скорость прохождения траектории и скорость воспроизведения фонограммы. Появление и исчезновение объектов в кадре это еще один способ использования motion control. Другой уникальный эффект совмещение в одном кадре различных скоростей съемки. Фиона был shot at 36 frames per секунду. Субтитры создавал DimaTorzok В данном клипе люди, атакующие дом, сняты со скоростью 72 кадра в секунду, а певица — 36 кадров в секунду. Motion control способен ускорять прохождение траектории в зависимости от скорости съемки камеры. В результате при воспроизведении траектории совпадают полностью, а персонажи двигаются с разными скоростями. Иногда для достижения эффекта анимации используется покадровый режим съемки, так называемый цейт-раффер. При использовании motion control допустимо объединять несколько технологий съемки. В этом мы убедимся на примере музыкального клипа «Cry». Здесь происходит и совмещение людей, и изменение интерьера, и появление новых персонажей. Для этого были построены две декорации, в каждой из которых последовательно произведена съемка. Далее в композинге создан эффект, который вы видите. Следующая сцена также снималась в несколько проходов. Промакейная машина с актрисой в декорации. Далее новая машина на фоне хромакея. И затем дети в старой машине в той же декорации. Еще одно применение motion control – это интеграция в живое видео застывших объектов. Движущаяся камера проходит точно через ту же точку, где снимался статичный кадр. После совмещения получаем достаточно интересный эффект. Очень часто при съемке с motion control возникает необходимость синхронизировать движение крана с игрой актера или включением-выключением отдельных устройств в кадре. Благодаря отдельному триггерному блоку появляется возможность выполнить данную синхронизацию с точностью до кадра. Данным способом синхронизируется фонограмма и экран, что зачастую крайне необходимо при съемке музыкальных клипов. Для синхронизации нескольких актеров в кадре фонограммой может служить метроном. Актерам легче понимать, в какой момент времени им надо играть свою роль, а режиссеру и оператору проще корректировать положение и работу актеров относительно камеры. Вот еще несколько примеров использования Motion Control. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Редактор субтитров А.Семкин